Здесь не убирается, мыть полы, это вот кто-то там говорит, у нас такого вообще нету. Если она подметет, вот первый этаж, вот сегодня, как прям ни странно, чисто, а так, это ужас. Страшно, бегом до лифта и бегом туда. Наталья платит за содержание жилья больше 12 рублей за квадратный метр. Результатов за эти деньги не видит. Ободранные стены, не всегда чистые полы. Тем не менее, управляющая компания «Центральная» на днях вновь предложила жителям заключить договор. Эта фирма обслуживала дом много лет, потом появилась «Центральная-1», а теперь опять «Центральная» без единички. Попытка создать дублирующую управляющую компанию, повесить долги на прежней компании, а все управление перевести на новую управляющую компанию, которая бы с нуля начала работу, ну, ту же самую работу, которую осуществляла и предыдущая управляющая компания. И вот отсюда стали появляться «Центральная-1», «Центральная-2». Вице-мэр Владимир Мегита сегодня заявил, он подозревает управляющие компании в финансовых махинациях. В попытке избавиться от долгов те стали размножаться. Причем одной из фирм, которая попала в поле зрения Мегиты, много лет руководит депутат городского совета Анатолий Наумов. Первый раз вообще слышу, что администрация обратится в полицию и прочее, прочее. Я считаю, что управляющая компания «Центральная-2» чистая. У нас ничего нет, мы не воруем, мы не олигархи. А у Владимира Мегита на подозрение сразу 16 лепестких управляющих компаний, то есть каждая четвертая. Хотя назвал чиновник помимо «Центральной» еще только две – «Матырскую» и «Комфорт-Л». Получается, что деньги идут в одну управляющую компанию, а собственно работы выполняются другой подрядной организацией. Каков объем средств, которые попадают в этой подрядной организации, знает только вот та верхняя управляющая компания. Сколько он захочет, ну так я уж грубо выражусь, отстегнуть, да, для того, чтобы вот подрядная организация видимость этой работы создала. Со своими подозрениями чиновник уже поделился с полицией. Теперь выяснять, куда тратятся деньги, которые лепчане платят за содержание своего жилья, будут уже полицейские. Татьяна Ермишина, Олег Голобоков, ТВК Новости. Продолжение следует...